А вот такого, пожалуй, от штатов не ожидал никто. После очевидного фиаско с попытками надавить на принца Саудовской Аравии неприкрытыми угрозами, предварительными обещаниями сделать ряд изгоем и даже визитом самого президента последней сверхдержавы, крайне бесполезного и совершенно провального, Вашингтон очевидно не может оправиться от удара и признать случившееся. А потому США в попытке отговорить Саудовскую Аравию от снижения нефтедобычи, которая, в общем-то, уже случилась, и ничего вы с этим теперь поделать, господа буржуи, не сможете, отчего при Сауде потолок цен на российское черное золото вышел каким-то детским, представили Эль-Рияду результаты глубокого анализа внимания, показывающие, что для такого шага нет рыночных предпосылок, о чем заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Хороший человек, щедрый, честный, открытый, мать честь знает с иголочки. Да-да, товарищ взял и просто обвинил саудовские власти в том, что те вынудили остальных членов ОПЕК+, ну то есть считай и Россию тоже, поддержать сокращение производства на 2 миллиона баррелей вопреки их желанию. Мы, говорит, представили Саудовской Аравии анализ с графиками, там гиперссылками, красиво, в общем, вышло концептуально, который показывает, что для сокращения производственных целей нет рыночного основания, и они, ну, принцы, легко могли подождать следующего заседания ОПЕК, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, указывается в заявлении Кирби. Или в переводе с демократического на русский. У нас тут выборы скоро, а цена на нефть, когда прет вверх, она тащит за собой стоимость бензина, что плохо влияет на карму. К тому же мы, как не в себя, печатаем деньги, экспортируем в мир инфляцию, и нам обидно, когда вы это понимаете и то же самое фактически делаете сами. Потому что нам можно, вот Барак Обама же говорил, что мы исключительные, а вам нельзя, как минимум потому что, как максимум, вы еще и с Путиным теперь этим противным дружите. Но, увы, не взлетело еще больше ужасных подробностей, как обычно через пару секунд. Друзья, пожалуйста, не забывайте, что в современных тяжелых условиях мы работаем лишь благодаря вашей исключительной поддержке. Даже 50 рублей вашей помощи нам крайне важны. Номер карты на экране и в описании к этому ролику. Спасибо и вместе победим! Итак, Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США. Обиделся и заявил, что в свете текущего бардака, который учинили Саудовская Аравия и Россия, Вашингтон проводит ревизию своих отношений с Ориядом и продолжает оценивать подходы королевства к противостоянию российской агрессии. Также мистер Кирби заявил, что Саудовская Аравия осознавала, что решение о сокращении нефтедобычи играет на руку Россия, увеличивая ее доходы и снижая эффективность санкций. Как видите, в разговоре присутствует интерес явный и очевидный Соединенных Штатов, но ни слова нет про интересы самих саудитов. Удивительно правда, что последние так обиделись и так не хотят исполнять волю большого, вчера правда, босса. Впрочем, эта мелочь. И тут подъехала ведь еще деталей. Во-первых, Саудовская Аравия прогибает Европу, чтобы та продала ей кучу танков и прочих игрушек. И если еще вчера Германия лениво говорила, что, мол, не доросли еще, то теперь из-за энергокризиса как-то быстро забила на свои же европейские ценности. Французы, к слову, тоже больше про права человека не заикаются в разговоре с Ориядом. Однако самый обидный удар снова прилетел со стороны России. И вот, во-первых, Росатом подаст документы на участие в конкурсе по строительству первой АЭС Саудовской Аравии. Потому что, вы не поверите, в Королевстве вполне себе понимают, как и в Турции, что выгодно продавать сырье типа газа или нефти, а генерацию сделать дешевой. И самое главное надежной, ведь Росатом мировой лидер. Вот Болгария, да не даст соврать, которая от всех этих проектов отказалась. Но к тому же заместитель председателя правительства Александр Новак сообщил, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместные проекты по нефтегазохимии, как на российской, так и саудовской территории. В тот день и ту ночь над Белым домом еще долго эхо продолжало повторять МАЗАФ, МАЗАФ, МАЗАФ. Ну и это точно не конец истории.